Сегодня я заявил такую тему для проповедей, которая называется «Ты избранный Божий сосуд». И что меня, собственно, оттолкнуло в такую тему? Две вещи, которые я сегодня читал. Евангелие от Иоанна и Деяния апостолов. Это вот два местописания, на которых мы сегодня остановимся. Давайте мы предварительно откроем Евангелие от Иоанна. Если у вас есть Библия, открывайте. Если нет, то нужно подсесть к ее, в общем-то. 13 глава. Здесь речь идет о том, что Иисус воскресил Лазаря перед этим, помните, да? Об этом узнали многие. Даже некоторые эллины узнали об этом, пришли и разговаривали с Иисусом. Он провел много времени с ними, являл им много разных чудес. Рассказал им о том, какой смертью он должен умереть. Многие очень соблазнились по этому поводу, начали говорить о том, что не бывает этому и почему вообще все должно происходить. Петр, как всегда, возмешался больше всех. Здесь Иисус сказал им, что пока я с вами, я есть свет в мире, уходите во свете и так далее. И вот здесь в сороковом стихе написано. Не в сороковом. В сороковом. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев и не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Интересное такое выражение, чтобы не быть отлученными от синагоги. Не об этом пробовать, но хочу немножко прояснить ситуацию. Слово «синагога» обозначает собрание. И когда мы читаем с вами Евангелие, в частности, Евангелие от Иоанна, потому что оно прямо вот на таком очень чистом древнегреческом языке написано, было по нему вообще, в принципе, очень классно изучать древнегреческий язык. Слово «синагога» используется именно в значении «собрание». Потому что, когда написано, что «и собрал Иисус учеников Своим», это слово «собрал» переводится как «синагогис». То есть, «синагога» — это не место, где находятся фарисеи. Да, это не молитвы или дом, которые мы привыкли сегодня видеть, а это именно собрание. То есть, тогда собрание было как собрание, как у нас с вами сегодня — собрание. Люди собирались. И они боялись быть отлученными от собрания. Потому что другого собрания никто не знал тогда. Понимаете? То есть, собирались во всяких там, как это сегодня называют, «ешивот», то есть, в каких-то там религиозных школах и в храме. А верующие собирались, как мы знаем, в Деяниях Апостолов, в храме и по домам. То есть, у них по домам тоже были синагоги. Это было собрание. Другого ничего не было. И когда мы читаем с вами еще в одном местописании, что это «синагога сатаны», это стало как раз причиной того, что появилось очень много антисемитского настроения в церкви. Но на самом деле «сатанинское сборище» — так переводится правильно это местописание, совсем не потому что «синагога» — это место, где обитает сатана, а церковь — это место, где обитают, так сказать, святые. Потому что очень много во времена Средневековья было, ну, как это сказать, посвящено, в том числе и в статуях, и во всех остальных изобразительных всяких вариантах, что была синагога с повязкой на глазах, слепая, поверженная и гордливая экклессия, церковь. Хотя и то, и другое — это одно и то же. Экклессия — это место проповеди, место собрания, синагога — это просто место собрания. Если вы помните, книга покаявшегося царя Соломона называется «Книга Екклезиаста», то есть проповедников собраний. Поэтому, как бы, ну, не об этом проповеди еще раз говорю, но это очень важно — предварительно нашу проповедь именно этим. Мы это читаем с вами в Евангелии от Иоанна. То есть это происходило во времена, когда Иисус был воплоти здесь на земле и служил нам в качестве учителя и пророка. Еще раз вернусь к этому стиху. Написано «Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отключенными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». То есть получается, что тогда было много разных начальствующих в народе. То есть кто такие были начальствующие? Это были учителя. Да, вот как Никодим, например, о котором мы читаем сегодня в Евангелии, как Иосиф Алимафейский, так называемые тайные ученики Иисуса Христа. Мы с вами уже говорили об этом. Мы не подвергаем сомнению слова Иоанна Крестителя, но те, может быть, действительно возлюбили славу человеческую. Иоанна Богослова, Иоанна ученика Иисуса Христа, мы не подвергаем их сомнению. Но мы с вами уже говорили, что иногда по мудрости стоит промолчать. Потому что молчание есть золото. Слово серебро, молчание золото. И, возможно, по этой причине они не открывались. Потому что, вы знаете, Иосиф Алимафейский, если бы он открылся, то, может быть, и не было бы похорона Иисуса Христа в его могиле, может быть, он был похоронен в другом месте. То есть Иисус, при всем при том, что они были учениками тайными, все равно принимал их как своих учеников. На сегодняшний день у нас тоже есть очень много рабинов, которые верят в Иисуса Христа. Те, кто случайно, так или иначе, открыли свою веру в Иисуса Христа, они отлучены от синагоги. Им запрещено, их лишили сам рабина, естественно. Написали, чтобы никто к ним не ходил, чтобы с ними не общались, что они сумасшедшие и так далее и тому подобное. Таких рабинов очень много. О них на иврите, правда, написано на сайте, которое называется эксрабин.seo.ru, то есть бывший рабин.seo.ru. Можно там почитать, если кто знает иврит. Если нет, можно через переводчика в гугле, вполне достаточно приемлемый перевод. Но к чему я, собственно говоря, все это рассказал? Мы сейчас перейдем с вами к Деяниям апостолов, главе номер 9. Прежде чем мы поговорим о 9 главе, я хочу напомнить, что действия, описанные в 9 главе, происходят у нас во времена, или сразу после того, как был побит камнями первый мученик, которого звали как? Кто помнится? Как звали первого мученика? Стефан. Совершенно верно. Стефан был, скорее всего, из еленов, уверовавших в Иисуса Христа. Это исходя из того, что он проповедовал, потому что он говорил о 75 душах, вошедших в Египет. И все говорят, что такого не написано в Торе Моисея, написано о 70. Но Стефан был научен на греческом тексте Торы, и там написано 75. Перевод на греческий язык, который был составлен для кого? Помните, для кого составляли греческий перевод? За 300 лет еще до рождения Иисуса Христа. Для Македонского, совершенно верно. Александр Македонский решил понять, в чем же, собственно говоря, еврея, чем от грея отличаются все остальные, и потом перевести ему Танах на греческий. И вот там как раз в этом переводе, перевод 70 он называется, там как раз написано в России Миселька. И все эллины, еллины, которые знали закон, которые примкнувшие к евреям, они все изучали Тору, пророков, именно по этому переводу. Поэтому нет никаких разночтений между тем, что написано здесь, и тем, что написано в Танахе. Это все выдумки современных фарисеев. Но, тем не менее, мы говорим о современных фарисеях, имея в виду и тех фарисеев тоже. Они тоже были против того, что проповедовал им Стефан. Потому что, в принципе, когда мы с вами читаем то, что он говорил, и то, что говорил Петр, и то, что говорил Павел, потом в Иерусалиме, все как бы по Писанию. Мы точно знаем, что это по Писанию. Но почему-то фарисеи противились этому. И, что удивительно, среди этих фарисеев был юноша, которому тогда было, наверное, ну, может быть, 18, может быть, чуть-чуть побольше, хотя я сомневаюсь. И звали его Шауль. Шаул, мы говорим Шауль, который на греческом стал Саул. Потому что в греческом языке нет звука, означающего букву ушат. Поэтому он стал из Шаула, он стал Саулом. И мы его знаем как Саул. И вот давайте девятую главу начнем с того, что мы прочитаем. Он, кстати, находился при побиении Стефана, стерег одежду тех, кто побивал. Знаете почему, да? Нужно было стеречь одежду. Потому что в одежде, в которую человек ходил, он не мог в той же самой одежде заниматься побиением камнями. Хотя бы только потому, что вырежет кровь, он мог посплачиться. Так вот, девятая глава начинается со следующей. Мы не будем все читать. Некоторыми отрывками немножко пояснений. Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященникам и выпросил у него, первосвященнику, и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих к своему учению мужчин и женщин, сказав, приводить их в Иерусалек. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» То есть он понял, что с ним говорится. Кто-то сверхъестественный. Он обратился к нему, «Кто ты, Господин мой?» Это уже перевод синодальный, но он сказал, «Кто ты, Господин мой?» Потому что это было что-то сверхъестественное, сильнее его. Тот, кто сильнее являлся господствующим, поэтому он обратился, «Кто ты, Господин мой?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Он в трепете и в ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город». И сказано будет тебе, что тебе надо будет делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слышав голос и никого не видят. Саву встал с земли, с открытыми глазами и никого не видел. И повели его за руку и прибели в Дамаск. И три дня он не видел и не ел и не пил. В Дамаске был человек, ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, «Анания», он сказал, «Я Господи». Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, которая называется Прямою, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Саву. Он и теперь молится». И сказал, «И видел в видении мужа именем Анания, пришедшего к нему и положившего на него руки, чтобы тот прозрел». Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет он от первосвященников власть ввязать всех, кто призывает имя Твое». Но Господь сказал ему, «Иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Мы знаем, что Анания пришёл туда в страхе, возложил на него руки. К чему, собственно говоря, я прочитал этот отрывок. Он очень краснеречивый этот отрывок. Лука вообще умел писать очень кратко, чётко и в одном небольшом отрывке он мог описать массу событий так, как будто ты смотришь целый сериал. Кстати, Павел отличался тем же самым. Он был по части эпистолярного жанра очень продвинутым человеком, хотя греки ожидали от него больше риторики. Помните, когда он приходил в Афины и пытался с ними там общаться, они ждали от него чего-то там сверхъестественного, но поняли, что говорит он не умеет. И пишет он красиво, говорить не умеет. Ну, так оно и было, потому что евреи никогда не соревновались ни с кем в красноречии. Но, тем не менее, Павел в своих постаниях пишет тоже очень красноречиво. Сейчас, как бы, о том, что вот был Павел, который стал Павлом, потому что он был Савом, потом он каким-то образом стал Павлом, но мы знаем, что его звали Шауль. Шауль Тарсянин, Шауль Тарси. Который был одним из учеников Иисуса Христа по призванию самого Иисуса Христа. И это подтверждает Писание, в котором говорит Иисус, не вы меня, а я вас избрал. Мы же понимаем, что Павел не избирал Иисуса своего учителя. Он был против Иисуса Христа. Но что-то произошло, какое-то сверхъестественное явление Бога произошло в жизни этого человека, которое повредило за собой то, что он стал последователем Иисуса Христа, причем одним из самых таких рьяных последователей, ревностных, и одним из авторов двух третей книг Нового Завета фактически. И откуда все это произошло? Бог избирает людей, и как он сказал здесь человеку по имени Анания, он сказал, есть человек, который находится на этой улице, которая называется Примая, и я его избрал, он мой избранный сосуд. И я покажу ему, сколько ему нужно пострадать ради имени моего. Заинтересован ли Иисус, чтобы человек страдал за имя Его? Нет. Но ему придется пострадать, потому что написано еще в Евангелии от Луки, написано в Евангелии от Матфея, написано в Евангелии от Иоанна, Иисус предупреждал, что придет время, когда по увеличению беззакония в людях владеет любовь. Вот сегодня мы как раз пришли к такому периоду жизни в церкви, я не говорю в церкви нашей, я говорю во вселенской церкви, когда люди начинают действительно страдать за имя Иисуса Христа. Потому что по причине увеличения беззакония, то есть когда люди не ходят в законе ложью, а люди ходят по своей мирской славе, они просто отходят от Господа, и фактически получается, что по причине этого беззакония в них охладевает эта любовь. Любовь друг к другу, любовь к Богу. И получается, что у человека теряется вообще ориентир в жизни. Потому что если у человека, который верит в Бога, ориентир Бог, люди всегда искали Бога, то есть они что бы ни делали, они всегда искали Бога. Но когда в нем охладевает любовь, а у нас Бог есть любовь, то есть в нем нет Бога. Вот на тот момент, когда Савва шел преследовать христиан, он верил, что Бог есть. Но предварительно в Евангелии от Иоанна, с сроками чуть-чуть раньше, чем то, что мы с вами прочитали, написано, что этот народ, он все-таки устами приближается к Богу, а сердцем далек. То есть ориентир у нас в сердце, написано, что сердце источник жизни, и больше всего его нужно беречь. Но когда в человеке нету Бога, и он только движим преследованием цели, вот как Иисус обличал фарисеев, он говорил, вы обойдете весь мир для того, чтобы найти кого-нибудь, кто за вами последует, но и его вы не пускаете в Царство Небесное, потому что сами планируете. И Савва был движим именно вот этим вот порывом. Он хотел обратить людей, как он понимал, в истинную велу. И сегодня, по сей день, фарисеи точно так же стремятся всех нас обернуть как бы в истинную велу. И в этом как раз и большая разница между нами и фарисеями. В их постулатах веры написано, я верю безоговорочной верой в пришествие Мессии, и даже если он задерживается, все равно буду ждать его, несмотря ни на что. Написано, и это истина. Так и есть. Они действительно верят в их пришествие Мессии, и они действительно будут ждать его, несмотря ни на что. Спасибо. Но разница между ними и нами заключается в том, и до сих пор, что они уверены, что Мессия задерживается только потому, что большая часть евреев не соблюдают закон. И тем самым, что я не соблюдаю закон, я откладываю пришествие Мессии. Получается, что Бог придет на землю только тогда, когда люди согласятся, чтобы Он пришел. То есть пришествие Бога, то есть вообще все Его суды, все Его планы зависит от того, человек захочет принять Бога, или не захочет принять. И это то, что происходит до сих пор. То есть написано у них в книгах мудрецов о том, что мы как бы отказывая, особенно мы с вами, евреи, которые верят в Иисус Христос, мы вообще в принципе враги народа. Почему? Не потому, что мы там последовались какой-то антисемитской веры. Нет. А потому, что мы тем, что мы верим вот в этого человека из Назарета, мы откладываем приход истинного Мессии. Потому что они же не верят, что Иисус Христос истинный Мессия. Хотя написано в Евангелии Ратвана, что из начальников много было кто уверовал, но они не стали этого исповедовать. Почему люди верят в Иисуса Христа? Почему Павел поверил в Иисуса Христа? Потому что он прочитал какую-то книгу об Иисусе? Или может быть ему кто-то свидетельствовал об Иисусе? Нет. Просто Бог сверхъестественно пришел в его жизнь. Точно. Просто пришел и все. И он... Вы знаете, вот каждый из нас каждый пережил Бога. Когда приходит Бог, это ни с чем не смотришь. Божье присутствие невозможно смотреть ни с чем. Особенно, если вы знаете, что такое демоническое присутствие. Потому что очень много людей пережили в своей жизни очень часто демоническое присутствие. Когда холодно, когда неуютно, когда страшно. Потому что дьявол так действует. Он действует через холод, через страх, через какие-то сверхъестественные проявления ада. Хотя мы знаем, что в воду будет жарко. Но мы тем не менее. И вот когда приходит Бог, это абсолютно другой. Это даже описать невозможно. Когда ты испытываешь Божье присутствие. Ты абсолютно точно знаешь, что это Бог сейчас здесь. Даже если я никогда не испытывал демонического присутствия никогда в своей жизни. Я знаю, что Бог здесь. И когда я испытываю Божье присутствие, я не могу сопротивляться этому. Потому что это сверхъестественное доказательство того, что Он есть всемогущий Бог. И очень многие люди начинают пытаться находить это всякое научное объяснение. Пытаются упаковать Бога в коробочку. И скорее всего и Павел пытался упаковать Бога в коробочку. Понять с какой стороны законы физики, вот все, что с ним произошло, можно объяснить. Откуда вспышка, почему Он упал с коня, почему Он ослеп. Он же ведь был не глупый человек. Далеко не глупый. Он пытался это все. Действительно написано, когда Бог посылает Хананию... Имя-то какое? Ханания. Бог, который помиловал меня, в переводе с ибритом. Он посылает Хананию в дом Павла и говорит, он сейчас молится. А почему Он молится? И кому Он молится? Он что, прямо вот в одну секунду стал верующим в Иисуса? Нет. Он понимал, что он увидел Бога. И Бог назвал и назвался Его Иисусом. Понятно, что Он не произнес слово Иисусом. Он сказал слово Ешуа. Потому что именно так звучит имя Господа на еврите. И Павел, зная, кто такой Ешуа, потому что мы говорим с вами Ешуа и Еушуа, это одно и то же имя, в переводе обозначает Бог Спаситель. И об этом масса свидетельствований. И он понимал, что когда к нему говорит голос сверху и говорит, я Бог Спаситель, он понимает, что происходит, что-то невероятное. И он не может понять, почему Бог Спаситель роняет его с коня, делает его слепым. Он не может ни есть и ни пить. И он начинает этому Богу молиться. А почему он начинает Богу молиться? Потому что он знает, что делать в таких случаях. Он, как человек верующий в Бога, в его существование, знает, что делать в таких случаях. То же самое делал Иов, когда ему стало плохо. То же самое делал Иона в чреве кита. Когда ему стало плохо, он вдруг вспомнил, кому надо молиться. Хотя до этого он от него пытался убежать. Он начинает от него молиться. И Бог отмечает от него молитвы. И он показывает, придет к тебе человек, которого имя Бог, который меня помиловал, Ханания, и ты получишь исцеление. И он понимает, что должен прийти человек по имени Ханания. Открывается дверь. И тот Ханания, который ему просто в страхе, заходит в эту комнату и говорит, кто из вас Шауль? Тот говорит, я. А ты, наверное, Ханания? Он говорит, да. Ну, это не написано, я просто фантазирую сейчас. И он понял, что Бог ответил на его молитвы. И Ханания вдруг, там же было Божье присутствие, исцеляет-то не Ханания. И снимает чешую с глаз не Ханания, а снимает Бог. Там было Божье присутствие. И тот человек, который панически боялся вот этого самого Савла и Старса, который только что, они все слышали, что он там вытворял с верующими, он подходит к нему, возлагает на него руки. И тот, написано, так прозрел сверхъестественно, что как будто чешуя с его глаз спал. То есть это была не просто слепота, когда, знаете, человек вот так раз и ничего не видел. Это было как будто бы на его глазах чешуя. И вот вы знаете, в связи с чем я вспомнил вот этот отрывок сегодня, перечитал его несколько раз. Когда мы разговаривали с Юрой, я могу это озвучить, потому что все слава Богу хорошо. Когда Юра очнулся от наркоза, он говорит, первая мысль, которая меня посетила, я новый человек. Вот что-то с ним произошло сверхъестественное. Потому что я был под наркозом много раз и просыпался после наркоза, я не ощущал, что я новый человек. Я был тот же человек. Не знаю, а он говорит, я вот проснулся, я понимаю, что я новый человек. Понимаете? То есть с ним что-то сверхъестественное произошло. То же самое прошло с Павлом. У него что-то от него отвалилось. Что-то, что мешало ему видеть истину отвалилось, как чешуя. И он понял, что произошло что-то сверхъестественное. И написано, смотрите, что произошло. Так чешуя же как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав крестился. Ну то есть не крестился, а в смысле нашли водоем и окунули его в воду. И написано, и приняв пищи, укрепился и был савал несколько дней с учениками в Дамаске. Дальше начинается очень интересная история. Он был в Дамаске. Он вот только что пришел, чтобы этих учеников связать, привести истязателя в Иерусалим. Вот только что. И вдруг что-то поменялось. Он говорит, я хочу с вами, я хочу учить... Ну, что вы там учите про Иисуса? Они говорят, ну, наверное, отойди от меня сатана или что-то в этом роде. Ну, пришел человек, который за них... Пришел их арестовать. И вдруг он говорит, давайте я с вами. Они же там уже все евреи. Вы же понимаете, да? Они же понимают, что он мог и казачок-казацлавный. Они его сторонились, боялись. И единственный человек, который в нем увидел что-то сверхъестественное, что-то от Бога был человек по имени Варнава. И этот человек настолько привязался к нему, что он говорит, так, пойдем со мной. Взял его за руку и повел в Иерусалим обратно, но уже не к первосвященнику домой, а к апостолу. И рассказал все, что он от него слышал. А шли они лишь ехать не на машине из Дамаска, то сегодня на машине из Дамаска три часа и здесь. Они шли пешком несколько суток. Понятно, что сам он вам все рассказал. И я себя помню, когда я покаялся. Как я рассказывал близким людям, которые меня восприняли правильно. Что такое покаяние? Что такое Христос? Что такое Бог в моей жизни? И то же самое, наверное, и сам ему рассказывал. Сам, наверное, думал, что он больше верующий, чем Варнава. Кстати, интересное совпадение. Варнава, в переводе с арамейского, Варнава, сын пророчества. Там одни имена-то почему стоят, когда перечисляешь, а не другие имена. И он приводит его в Иерусалим, тот рассказывает, и апостолы принимают его. Почему они принимают его? Хотя они тоже могли сказать, наверное, казачок, наверное, застанный. Давид тоже прикидывался сумасшедшим, чтобы вышли. Помните, да? Но, на самом деле, он принимает Иисуса Христа, как Господа своего и Спасителя, в сердце своем. И вот, что происходит с утвердительно. Мы же знаем Павла, как его еще на картинках изображаешь, что он такой пожилой мужчина, с такой бородой. Ну, может быть, лет двадцать здесь. Реально. Не больше. Может быть, ну, двадцать пять максимум. Он юноша. Ну, с бородой, правда, потому что юноши уже с бородой. Быть-то евреем нельзя было бороться. И он проявляет свой характер подростка. Двадцать... Вот, двадцать восьмой стиль. Двадцать седьмой. Варнам уже взял ему, пришел к апостолам, рассказал ему о том, как он будет действовать Господа, и что говорил ему Господь. И как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. О! Интересно. Он библейский школу и заканчивал. Павел. Он уверовал. Я прям, когда читал вот эти вообще Деяния апостола, прям по себе читал. Он уверовал. Еще ничего не прочитал, ни с кем не посоветовался. Никого ничего не спросил. И пошел проповедовать Иисуса. Вот только что он пришел гнать тех, кто проповедовало Иисуса, и вот раз пришел проповедовать самого Иисуса. Понятно, что у людей, ну, не состыковка. Он либо поехал на крышу у него, или что там, ну, короче, вы же понимаете. И он вот проповедовал им. А дальше смотришь, что написано. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иисуса, и смело проповедовал во имя Господне. Говорил так же и состязался с геменами, то есть в красноречии вот то, что я вам говорил, да. Но они покушались убить его. Потому что, ну, никто не хочет служить правду. Понимаете? И он проявляет свою вот эту вот сверхъестественную какую-то жажду говорить о Боге. Потому что когда мы получаем, когда мы в избытке получаем Бога внутрь себя, нам хочется говорить о Боге. Мы первое время, когда все из нас то покаялись, мы всем подряд проповедовали. А они нас не слушали, и мама говорит, нет, ты садись и слушай, что я тебе буду говорить. Потому что мы знаем истину, а они нет. Со временем, когда мы проходим этот период подросткового махания шашкой, там, против православных, против католиков, мы все же махали шашкой. Мы уже успокаиваемся и начинаем разговаривать с другим языком. Уже люди как бы по-другому нас слушают. Они думают, где твой, ну, это же Петр, то же самое. Когда мы сейчас будем чуть дальше читать, вы увидите. А Петр, как бы он изначально, тоже мечом махал на всех подряд. Как? Ты против Иисуса, щай, тебе уши, ты попробуй. Понимаете? А Иисус-то не совсем по-другому говорит. И получается, что мы учениками Иисуса становимся именно когда мы начинаем говорить, как Иисус говорит. Хотя он тоже, он и духом написано возмущался, и гневался на своих учеников. По-разному бывает. Но он нас не учит уже любить. Он не учит нас никого, там, как это сказать, гвоздями и стенками убивать, там, или что-то. Нет, он учит любви. И даже если не понимают, что ему нужно любить. И Стефан, одни из последних его слов были, как ей. Господи, не вминим этого греха. А Иисус сказал то же самое на крестину. Он сказал, Господи, не вминим этого греха, мы не введаем, что творят. К отцу когда он обращался. Так вот, как усмиряют такого ярого проповедника, как Павел, в подростковом возрасте, в духовном подростковом возрасте. Очень просто. Братья, узнав о сём, отправили его в Кейсарию и препроводили в Таз. Все называется от греха подальше. И он исчезает в Тарсе на 13 лет. Он там, видимо, пребывает в учении, в молитве, в пасте, я не знаю. Умалчивая в этом Библии. И дальше камера переезжает на иудейскую первую церковь и начинается рассказ о Петре. Это тот самый Петр, который, что ему Иисус не скажет, у него есть и слово в ответ. Это тот самый Петр, к которому пришли его Господа и Учителя арестовывать. Он уши рубил там направо и на лево. Это тот самый Петр сейчас. Церкви же, по всей Иудее и Галилее, в Самаре 21 стих, были в покое и назидались, и хотя и в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Аллилуйя. Церкви в покое, написано, умножались. То есть, Бог что-то делал. Потому что мы же знаем, что Бог предлагает спасать. Случилось, что Петр, обходя всех... Петр был, на секундочку, главным пастором местных церквей. Он был главой римской католической церкви, Первой Папой Римской. Но нет, он был главой Первой Иерусалимской церкви. Потому что Иисус ему сказал, паси Олец Моих. Он это очень успешно делал. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым жителям в Лиде. Лид – это по одной из версий город Лут. Оля. Это там, где вы живете? Да, рядом. Окей. Там нашел он одного человека именем Энея, который уже семь лет лежал в постели, расплавленный. Петр сказал ему, Энея, исцеляет тебя, Иисус Христос, встань с постели твоей. И тот чаждый устал. И видели все это живущие в Лиде и в Сароне. Сарон – это Шарон. Это Петахтыквы и Севернии, которые обратились к Господу. В Иопли, то есть в Яфу, вот тут рядом, находилась одна ученица именем Тавифа. Что значит Северна. Она была исполнена добрых дел. Короче, неважно, она умерла, ее уже омыли, положили и все. И дошел слух, что вот ходит некий Петр, повелевая к именем Иисуса всем покойникам встать. Они быстренько к нему прислали, говорят, тут у нас есть Северна, которая умерла, надо ей тоже приказать встать. Петр пошел, что тут идти от лода до Яфу, пешочком-то, пару дней и на месте. Он пошел, пришел в горницу, а они что ему принесли? Вот интересно, да? Они пришли к Петру и принесли ему не список добрых дел, которые она делала. А платки, которые она ткала. Он говорит, смотри, что она тут делала. А теперь кто же будет это делать-то? Он говорит, нету ее, она вот умерла, а мы ее уже в горницу положили. Скоро. Ты бы приказал ей встать, а то же кто платки-то будет ей? Ну, дальше нам плести и ткать. Понимаете? То есть, но Бог все равно ее поднял. Он подошел, склонил колени и сказал, Лавифа, встань. И она встала, ожила. Опять же, наверное, поела, ну, как обычно, после воскресенья бывает. И все, как бы, и Петр дальше пошел. Где-то, чтобы переночевать надо ему где-то. Он к Шимону зашел, к Кожевнику. В Яфе. Там есть дом Шимона Кожевника. Там, где маяк, наверху. Заходит туда. Ну, и по обыкновению своему, он, наверное, голодный был, Петр-то. Ну, сколько идти там туда. Его же не написано, что его покормили. Он голодный был. И вот ему привиделось мясо падает с неба. Кошерное, некошерное. Да? Дальше история про Корнилия. Слышали, наверное? О чем я хочу сказать. Когда мы пытаемся сделать что-то своими руками, мы можем иметь какую-то уверенность в том, что мы делаем правильные вещи. Но у Бога совсем другие планы. Нам нужно всегда помнить две вещи. Первое, что Бог говорит. «Мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути. Ибо только я знаю намерение о вас, и намерение во благо, а не во зло». Мы забываем постоянно это, что наши мысли и его мысли – это разные мысли. И Петр, который был, он не был тоже Петром никогда, он стал Петром уже в современности. Он был Шимон. Его назвал Петр Кифа или в переводе с арамейского камень или скала. Просто Петрус – это скала на латинском, так он стал Петром. Чудо Господне произошло. Чем он стал Петром? Он был еврей. Он понимал, что нельзя соприкасаться с язычниками. А там не только что он язычник был, этот Корнили. Он был еще командующим какого-то там военного подразделения страны, Которая поработила эту землю. Ну, кто там был? Сотник? Корнилик. Кто он был? Кто помнит? По-моему, сотник он был. Сотник, да. Сотник из полка, называемого италийским. В Киесаре. Ну да, в Киесаре. И Петр понимает, что нельзя ему в этот дом. Мало того, что он не еврей, с ним нельзя за одним столом кушать даже, это не кошерное. Но Иши, вдобавок всего, враг. Как он пойдет туда? То есть у него, помните, иудеи, которые не захотели исповедовать Иисуса Христа, они о славе человеческой заботились больше, чем о славе Божией. У Петра тоже были мысли. Он хотел быть правильным с точки зрения закона. Не ходить в ни кошерный дом. Но предварительно. Божее никогда написано. Он никогда не делает ничего, не открыв планы свои, и детям с вами пророком. Помните этот пророк? Не помните? И он является ему в видении. И говорит, не почитай нечистым то, что Бог очистил. Он только что видит мясо. Ну, животные, да? Чистые, нечистые. Он, наверное, голодный. И он понимает, что Бог с ним разговаривает про пищу. Да? А на самом деле, буквально по прошествии пары часов стучат дверь, говорит, сходи, кормили его, помоги. А тот враг. И он вспоминает ему только что Бог сказал. Не почитай нечистым то, что Бог очистил. И он идет к Кормилию. И там сходит Дух Святой. И все принимают Господь. Не потому что Петр пришел. А потому что Божье присутствие там было. Сверхъестественное. И это было обличение и для Петра. То же самое происходило очень часто и с Павлом. К чему я все это говорю? Что когда мы приходим проповедовать Иисуса Христа, мы хотим, чтобы все увидели то же самое, что видим мы. Но они не видят то, что видим мы. Вы думаете, Павел до этого не видел чудес, или не слышал о чудесах, которые делал Иисус Христос, или делали его ученики именем Иисуса Христа? Конечно слышал. Но он этого не мог понять своим умом, и он никак не мог это принять. Когда человек не принимает, он думает что-либо этого нет, либо с этим надо воевать. Петр при служении Иисуса Христа постоянно воевал с самим Иисусом. Ну, на словах имеется в виду. Уши рубил, потом вот сказал, не пойду я к этому, и кушать не буду нечистое. Бог ему говорит, ты слушай меня, что я тебе говорю? Хватит бунтовать. Я тебе говорю, вот это чистое, а это нечистое. Мои мысли не твои мысли. И он до сих пор нам это говорит. Наши мысли не его мысли. Мы должны понимать, что у него план по отношению к каждому из нас. Потому что написано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Заученные всеми наизусть. Вот, на правду. Заученные всеми наизусть. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо те, кто веровал, на суд не приходят. А те, кто не уверовал, уже осуждены. Потому что Бог не пришел сюда, чтобы судить мир. Бог не пришел сюда, чтобы воевать с нами. Написано, Бог за нас. И если Бог за нас, то какая разница, кто против. Он пришел сюда, что нужно осуществить. Хочет свои намерения. А нас во благо Него. Но таких мест Писания очень миллион приведут. Мы постоянно почему-то хотим своим человеческим умом. Мы хотим создать славу человеческую. И мы сейчас, просто не буду вдаваться в подробности, стали свидетелями. В Стане, в частности, прямо конкретной работы дьявола, когда он проявляет славу человеческую настолько, что уже ничего святого у людей не остается. И опять же, почему? Потому что люди плохие? Нет. Они где-то поддались вот этому соблазну на все иметь свое человеческое мнение. Или еще хуже, принять решение, не принимать решение. Пусть кто-то решает, и мы будем делать. И начинаются проблемы вот здесь. Потому что мы не хотим видеть истину иногда. Мы хотим видеть правду, причем свою. А правда, она действительно у каждого своя. Потому что мы видим. Я вижу вот этот вот съемочный аппарат с одной стороны, а вы с другой. Вы меня там видите, а я там себя не вижу. Может, я сейчас там смотрюсь как-то неправильно? Может, я вообще за рамки экрана выхожу? Я же не понимаю. А вы видите. И у вас своя правда, у меня своя. А истина, она одна. Иисус есть путь, истина и жизнь. И он пришел сюда, чтобы спасти меня. Он пришел сюда, чтобы исцелить, чтобы дать жизнь с избытком. И кто мы, чтобы вмешиваться в его планы? Иисус говорит Павлу. Тяжело тебе идти против вражна. Ну не сможешь ты, не победишь. А мы пытаемся. Мы пытаемся делать все своим умом, своими силами. И забываем об одном, что у Бога есть благо о нас. Во благо, а не во зло. Почему? Потому что Бог говорит конкретно Анании. Для Анании этот Павел враг. Враг, причем с которым нельзя даже за один стол садиться, потому что он хуже неверного. Хуже неверного. А Бог ему говорит, пойди и истили. Потому что это мой избранный сосуд. То есть, в храме, мы с вами сейчас подомашки как раз это изучаем, да? Были сосуды для разного употребления. Для почетного употребления, для низкого употребления. И Павел об этом несколько раз пишет в своих посланиях. Но нет сосуда, который не важен в храме. Сосуд, который для высшего употребления, он важен. И сосуд, который для низкого употребления, он тоже важен. Потому что каждый из них является каким-то этапом очищения, омовения и использования в общем богослужении. И без него никак. Он не сказал ему, это мой сосуд для высокого употребления. То есть, относитесь к нему как там, вау, нет. Он просто сказал, это просто мой избранный сосуд. То есть, что значит вот эта вот аллегория, это мой избранный сосуд? Он говорит, я его сам наполню. Это мой сосуд, я его наполню. Он будет в служении в моем храме. И написано, здесь, в этой же праве написано, что он исполнился Духом Святом. Если бы хананист начал сейчас все говорить, не-не, я не-не. Как и он сказал, не-не-не-не. Я в эту неневию не пойду. Нет. Ханания проявил как раз послушание Богу. Он доверился ему полностью. И Бог явил нам свою славу. Нам, когда мы идем кому-то проповедовать, нам нужно иметь веру Божию. Нам нужно довериться Богу полностью. И когда мы доверимся Богу полностью, Он покажет, что тот, за кого мы даже иногда молиться не хотим, И когда Бог заживает, потому что от него воняет, он же бомж. Или потому что он там, не знаю, последний конченый наркоман. Мы боимся к нему подойти, а Бог говорит, нет, это мой приспорный сосуд. Потому что иногда Бог приводит сюда людей, вот в Израиле. Я знаю, но говорили такие свидетельства. Одно точно знаю, могу рассказать. Вы тоже этого парня все знаете, его зовут Витя. С косичкой, не знаю. Пусть берем его уже, нет? Сюда Бог привел бывшего наркомана, посвященного служителю Божьему, из-за границы. Повел его вот в это самое место, где сидел Витя, со шприцом в руках, чтобы уколоть себе последнюю дозу. Так, чтобы уже оказываться и не просыпаться. Витя, который заявил Богу, если ты, вот это твои планы на меня, то не нужен мне такой Бог, я буду служить Яму. Приходит этот человек и говорит ему, тебе не это нужно уколоть. Идем, я тебе расскажу, что тебе нужно уколоть. И рассказывает ему в очередной раз про Иисуса Христа. И это было как раз то самое явление Божьей славы, как было с Павлом. С этого момента жизнь Витя меняется полностью. А до этого он уже был готов все, как бы, отдать свою жизнь Яму и сказать, зачем я дам и Бог? Это как светится масса. Бог ведет людей. Мы читаем это в Евангелии. Он говорит, посылал своих учеников туда, куда прежде сам хотел идти. Но не мог, потому что он был здесь тогда воплоти один, и он не мог сразу пойти в 70 направлений. Он мог пойти только в одном. Но туда, куда он сам хотел идти, он посылал своих учеников и там являл славу свою. Помните, они возвращались и говорили, вау, смотри-ка, бесы именуются, имени твоему разбегаются. Потому что там являлась слава Божья. Когда люди слышат, что Бог им говорит, куда идти и что делать, там является слава Божья. Мы должны научиться слушать, куда нам идти, на кого возлагают руки, даже если нам очень не хочется этого делать. Потому что это избранный сосуд. И самое главное, и на этом, пожалуй, мы закончим и будем молиться, что каждый из нас здесь находится по чьей-то молитве. Кто-то, кого-то Бог послал к нам, чтобы рассказать о славе Божьей, эта слава явилась в нашей жизни. Так или иначе. Кому-то через страдания, от которых он избавился, вдруг сверхъестественно. Кому-то через избавление полное от отверженности, как это было у меня. Когда я испытал, будем говорить так, через сорок лет после своего рождения, жизнь без отца, когда я даже не знал, не было кого папой назвать. Вдруг является сверхъестественным любовь, я понимаю, что это настоящая любовь отца. Я такого никогда не испытывал. Я это ни с чем не обеизведено до сих пор. Я сейчас вспоминаю, у меня аж мурашки. Я сегодня об этом думал. Очень много. Именно об этом сверхъестественном явлении в моей жизни, потому что сегодня у моего старшего сына день рождения. А я пытаюсь до него достучаться уже несколько дней. Он не отвечает. Не отвечает нигде, ни в каком месте не отвечает. Причем не должен он не отвечать, он там даже не появляется. Знаете, там индикаторы есть в разных соцсетях, когда человек был последний раз. Не появляется, потому что уже случилось. Сегодня я ему пишу просто поздравление с днем рождения. В очередной раз пишу ему, сынок, я тебя очень люблю. И он не отвечает. И, наверное, что-то должно было произойти, чтобы он именно сегодня проверил свой мессенджер. Когда я ему написал, он ответил мне буквально через пять минут. Но этого он мне не отвечал, потому что он просто не появлялся в соцсетях. И у каждого Божья слава является сверхъестественным образом. И в нашей жизни тоже явилось каким-то сверхъестественным образом. Может быть, мы сразу и не поняли как. Мы, может быть, сразу и не поняли, в чем эта сверхъестественность. Но мы теперь точно можем сказать, что мы здесь, потому что Господь как-то повлиял на нашу жизнь. А мы об этом раньше не думали. Вот сейчас мы с теми разговариваем. Никто не сидит дома или не ждет. Когда же к нему придут и скажут, что Библию не желаете почитать? Я не видел таких. Кому Библию не принесешь и скажут, что в такую религию мы не играем. Вы видите со своей Библией. У меня Бог в душе. Ну, в смысле, в душе. Я вот в душе и верю. Можно, конечно, в душе попробовать жениться. Можно зарплату даже в душе получать. Но почему-то нет. Вот зарплату и жениться все хотят в реалии. А Бога хотят в душе. Но у Бога другие планы на нас. Он хочет, чтобы мы спаслись. Он не хочет, чтобы мы погибли. И поэтому Он будет приходить. Так, если не примем, придет через другого человека. Придет через другое слово. Он все равно явит свою славу на каждого из нас. И если это будем не мы, как в книге Эстер написано, найдет кого-нибудь другого. Но люди все равно будут спасены. И если б не был Анания, то был бы другой. Но Бог знал характер Анания. И на него он послал. И поэтому он с уверенностью проговорил Павлу, придет к тебе Анания. Истинь. Жеков Павел не мог по-другому его распознать, кроме Павел. Он не видел ничего. Он не мог ему сказать, значит придет к тебе такой высокий, красивый, блондин, за светлыми глазами. Еврей. Павел сказал, блондин, еврей. Он не мог этого увидеть. Он мог сказать, придет Ханания, точка. И Павел ждет Ханания. Каждый из нас, где-то внутри себя, ждет такого Ханания у себя дома. Каждый из нас ждет такого Петра у себя дома. Когда ему совсем не в Магаду, он ждет, чтобы Бог явил сверхъестественную славу. И направляет нас мыслить о том, что есть кто-то, кто верит больше, чем мы. Кто знает Бога ближе, чем мы. И мы хотим, чтобы он пришел. И с ним вместе пришло Божье присутствие. И произошли вещи, которые не могли бы произойти в других обстоятельствах. Потому что Бог избрал каждого из нас, как сосуд в своем храме. Кого-то для более высокого употребления. Кого-то для низкого. Но нет ни у кого из нас никакого меньшего значения в Божьем храме. Мы все для Него одинаковы. Он на всех нас смотрит через одну и ту же призму. Призму Иисуса Христа. Он смотрит нас, как на спасенных, очищенных, омытых. Тех, кого Иисус приведет в обители Бога. Потому что Он это обещал. А Иисус все, что обещал до сегодняшнего дня, исполнил. Потому что это характер Бога. Он не человек, чтобы Ему врать. Я хочу, чтобы мы помолились сегодня за то, чтобы в нашей жизни явилась слава Божия сверхъестественная. Чтобы больше не было никакой власти греха, болезней, страданий, катастроф, вирусов в нашей жизни. Я хочу, чтобы в нашей жизни была жизнь с избытком. Потому что именно для этого Иисус пришел. Он заплатил цену. Такую на кресте. Которую, как Павел говорит, вряд ли кто за близкого своего может заплатить. А Он за весь мир заплатил. Потому что Он не хочет, чтобы мы погибли. Он хочет, чтобы мы были сосудами для почетного употребления в Его храме. Аминь. Давайте встанем и будем молиться. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за каждого присутствующего здесь. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты являешь сверхъестественную славу Свою в жизни каждого из нас. В жизни тех, кто сегодня переносит какие-то страдания на себе. Кто приносит сегодня какие-то непонимания в своей жизни. Я знаю, что Ты, Господь, придешь и сверхъестественным образом поставишь все на свои места. Потому что это Твой мир. Это Твои порядки. Это Твои законы. И это Твои намерения о нас во благо, а не во зло. Господь, я благословляю сейчас каждого находящегося здесь. Благословляю семьи каждого находящегося здесь. Детей, братьев, сестер, родителей. Господь, благословляю именем Иисуса Христа. Потому что, Господь, здесь имя Твое и Твое имя Твои чудеса, но способны разрушить любое препятствие на нашем пути. Господь, яви эту славу, Господь, через каждого из нас. С помощью других людей, Господь, мы хотим видеть больше Твоей славы в нашей жизни. Мы также освобождаем сверхъестественное помазание сейчас на то, чтобы каждый из нас, придя домой, имел власть возлагать руки на больных и им становилось бы легче. Я сейчас просто высвобождаю это помазание на Ольгу, которая придет сейчас, просто возложит руки на Юру. И все, что там было, врачи говорили, что будет происходить долго, будет происходить быстро, потому что Господь хочет скорейшего исцеления каждого из нас во имя Иисуса Христа. И это будет невероятное явление славы Божьей в его жизни. Господь, мы благословляем сейчас... Серега, как зовут Твою жизнь? Светлана. Господь, мы благословляем сейчас то место, где находится Светлана Господь в Киеве во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя сейчас явить Твою силу в виде ангелов, воюющих, защищающих, атакующих, которые просто помогут ей противостать всем силам дьявола, которые атакуют ее сейчас с невероятной силой. Господь, я запрещаю именем Твоим дьяволу приходить в ее жизнь, вмешиваться в ее отношения, Господь, с Тобой. Потому что, Господь, Ты ее избрал, Ты ее создал в очреве матери. И сегодня она просто покорилась этому дьяволу, который называется дьявол, не по воле своей, но по воле покорившего. Я просто высвобождаю сейчас сверхъестественное показание, чтобы явился тот человек, тот Ханания, тот Петр, в тот дом, в котором она находится, и просто избавил ее от всяких вот этих мыслей, от всяких зависимостей, от всяких непонятных вещей, которые творятся в ней, и вернул в нее жизнь. Я провозглашаю просто сверхъестественно жизнь в это тело и в эту семью и в их взаимоотношения со своими родителями и со своими детьми во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Ты каждый день являл нам свидетельство, как Гедеон просил этих свидетельств и знамений, Господь. Мы имеем на это право и мы знаем, что Ты, Господь, это все высвободишь и явишь. И, Господь, благодарим Тебя за все, что Ты сделаешь в нашей жизни, потому что мы сейчас в согласии просим у Тебя это. И каждый из нас благодарит Тебя в согласии на то, что Ты это все являешь. Будь прославленным и произнесем во имя Иисуса Христа во веки веков. Амин. Амин.